Привет, ты на канале Кайфи Стример и мы продолжаем играть Knock on the Coffin Lead. Итак, продолжаем играть за Персивали Жадину. Погнали к часовому. Что-то он целится. Ты решил передохнуть? Немножко. 30 монет, что-то многовато вначале. Удар по почкам. 10 блока сбрасывает карту. Фигня какая-то. Кабани окорок восстанавливает 50% здоровья. Сочный окорок. Оказалось, раньше такого мне не давали. Люди предали нашу дружбу. Кренак, кренак. Не, за тридцатку вам жалко. Уклонение из силы. Бесславная смерть. Согласен. Четыре урона дает силы. Такая фигня. Вот гостеприимство. Давайте посмотрим, что тут. Эй! Я нарвался на эльфийскую засаду, попал в плен. К счастью, они хотели допросить меня перед тем, как пустить в расход. С мешком на голове и надеждой в сердце стал ждать допроса. Вы получите карту. Не, я не хочу. Смиренно ждать участия. Меня допрашивал капитан Маркус, командир отряда. Я ему все рассказал, кто и откуда, куда, зачем. Когда эльфы узнали, что я был телохранителем Ингвара, их отношение ко мне сразу поменялось. Они предложили мне ужин и ночлег. И, конечно, не отказался. Ах, вот оно как. Поджарить окорок можно? Ничего себе. Нет, мы будем карточку улучшать. Два раза по четыре проникающего урона. Увеличивает проникающий урон за каждое пропитание. Что-то сложно. Урон от выпада давайте. Так маленький, а на единицу это уже существенно. К счастью, не все эльфы нападают на меня. У многих сохранились теплые чувства к людям, ведь в сущности мы не сделали им ничего плохого. Они по-прежнему почитают Ингвара и не забыли, чем ему обязаны. Они понимают, что главный виновник Разлада это Сигизмунд и те, кто встал на его сторону. Теперь у них нет единого мнения насчет всех людей. Поторговать. Шлем разбойника. При получении монет во время боя дает карту в руку. Тычок. Не просто карту. Доспехи неуязвимостей. Ну короче, если я все продам. Даже очко персевали. Я не смогу ничего нормального купить. Эльфийский доспех я не могу купить. Но зато карточки можно удалить. Надо комплект из двух. Тогда будут во время боя при получении монет давать карту в руку. Это в принципе неплохо. Это вот щиты как раз. Они же у меня дают по пять золота. Эликсир силы. Давай возьмем аликсир силы. Жалко удалить больше карточки нельзя. Покинуть? Ну покинуть. А что еще могу взять? Дозорный пост эльфа заметил часового спящего на посту. Хорошая возможность проскальзнуть не замечено. У меня появилась другая идея. Разбудить. Приставив нож к его горлу. И выменял у горя стражника немного денег. Пятьдесят золотых. Ничего себе. А почему думал что мне здесь союзник достанется? Ну и ладно. Сапоги слабости. Слабость на всех врагов. Так это можно взять. Получил урон. Здоровье. Пять блока и силы получаешь. Шлем. Гремящие горы. Пять таран. Получил урон. Пять блока и силы. Доспехи возмездия. В принципе неплохо так. Не, давай пока сапоги слабости. Я думаю союзник возьму. Случайно прикончил плену гнома. Сейчас мы ему покажем. Дебил какой-то с колокольчика. Бандит или шпион. Без разницы. Не хочется тратить деньги. Ну, получил вообще многовато урона. Побед credit. Бандит? Бандит. Логашлю Бандит или посмеällbereя. Была бандит. Если неless сыр process вторая зима what я делаю, Продолжение следует... Ну посмотрим, что ты стоишь. Кобято, ты замри. Сжигает две случайные карты. Возвращает в руку одну сгоревшую на выбор. Дает карты, пока в руке не будет шесть карт. Неплохая вообще штука. Ну пока склоняюсь к короткой колоде. Возьмем шлем. Возьмем мишень. Тренировка. Две карты позволяет улучшить. Эликсир защиты. Ну давайте возьмем. Тридцать блока. Только через мой труп. Всегда пожалуйста. Поцелуй. Трик. Дверь ось. Трик. Отдumbливаться. Отдumb AA. Стри. ville. Подブック. Трик. Еще одно убийство в копилку, они заслужили, что могу поделать, но он еще слабость, накладывает, вот говнёк. Мне деньги пока тратить не будем, тогда бьем. Сила 2. Броня 2, сила 2, так, а здесь ловкость 5. Кожаный щит, нет, острый топор. Мне сила нравится, помогает без всякой фигни решать вопросы. Тренироваться с мишенью. Тренироваться с мишенью. Совет друидов объявить награду за мою голову, и эльфийский головорез начал охоту. От самой гробницы за мной тянулся кровавый след из свежих трупов. Не составил большого трудовысхода замочить вместе с медведем. Давно я не бился с человеком. Тренироваться с мишенью. Хреннак. Сила золота. Запрещенный прием. Промах. Тренироваться с мишенью. Сила золота. Ну подожди-ка, вот так вот. Чик. А, ну конечно, конечно. Грязный прием. Золотой щит. Как тебе такое, а? Да. Во, первое попадание. Че, все в одиннадцать бьешь? Ну ты слабак. Вообще гамоть не умеешь. Ты бы научился гамоть, сынок. Гамоть бы научился. Со всей дури дает герою уязвимость и наносит врагу 30 урона. Дает герою уязвимость и наносит два раза по 14 всем врагам. Жестокий блок. Две карты рана, но 25 блока. Ну и еще та херня. Два раза по 14. Да на нахер, шляпка какая-то. При нанесении урона наносит кровотечение. Один. Удваивает кровотечение. Ну сколько ж надо раз ударить-то? Я понимаю, что там как бы геометрическая прогрессия по сути. Ну все равно. Хотя все-то надо подумать. Ну не такая, конечно, плохая вещь. При смерти врага энергия и дополнительная карта каждый ход. Не, мне энергия-то не так. Ну давайте топор оттуда возьмем. Связка голов. Здоровье плюс полтинник. При получении урона по здоровью. Плюс две силы у атакующего. Ну меня-то, наверное, не так часто будут бить. 50 здоровья-то неплохо. Подожди, а что такое порча какая-то? Какая нахер еще порча? Две штуки порча? Не, тогда оставьте мне мишень. Идем в обход. Я видел секретные карты. Ну смотри, вот через вопросительный знак атаку сходим. Ну надо их урт отдаю клеща. Раз я ни хера ни в чем не разбираюсь. Не могу понять. Да, щедро, конечно, у меня с предметами. Не конец. Чего-чего? Какой там конец, не конец. Вот два кровотечения. Он мне тоже лишь хочет кровопускания. Я решил просто ответить ему взаимностью. Непонятно, зачем мне это надо. Ну, видишь, ну оно сгорает. То есть, конечно, не самое выгодное. Ну, восемь кровотечения. Ладно. Немного голды. Подагра. Немощь. Как много прикольных штук они тут накладывают. Подожди, а чего он помер-то? Как-то это я пропустил. Ну, удар кошельком это слишком дорого. На такой кусок говна. А, у них гниение. Воодушевление. Сила 1, ловкость 1. Лютая херня. Спертый, смрадный воздух болот явно не шел мне на пользу. Появилась одышка и слабость. Я старался быстрее выбраться оттуда, но легче сказать, чем сделать. В днилых топях очень легко заблудиться. Рано или поздно вывучу маршрут наизусть. Но пока это не случилось, вынужден плутать кругами и терпеть вонь москитов, пиявок и болотную лихорадку. Давайте на север. Я проходил мимо приметного старого дерева, расколотого на двое молнии и решил запомнить это место. На север. Дальше небольшое озерцо на водной глади. Плавали красивые белые цветы. На север. Я совершенно выбился из сил. Меня искусали какие-то мошки. Вся одежда в поту и гризи. К сапогам налипли тяжелые комья глина. Подхватил какую-то болезнь. Чуть не утонул пару раз. И это далеко не полный список приключений, которые мне посчастливилось пережить, пока я наконец не выбрался. Страдать. Ну поплачь, поплачь. Ну мне вроде никаких проклятий-то не носовали. Сейчас попьем и хворк клеща и все будет хорошо. Он говорит, выпей. Да конечно. Что не сделал, чтобы эту тетку мочкануть? Он говорит, опять какую-то дрянь выпал. Он говорит, а я знаю даже почему. Он же тупой. Ну так пойдем. Через вопросительные знаки. Понаблюдаем. Что там с ним будет? Клещи утащили девушку в болото. Я считал, получена сила 6. Или странные потусторонние силы. Это благословение божественного клеща. А это навсегда или на один бой? Что это такое? Получена сила 6. Ничего себе. Я надеюсь, это навсегда. Ну давай пик уточана. Нужно, нет, не нужно. На лицах культистов редко можно увидеть улыбку. Но весельчак Энтони был исключением. Никогда не унывающий мясник-людоед не искупился на озорные шутки разной степени свежести для своих клиентов. Вас, говорит, мелко порезать или куском завернуть. И улыбка бесплатно. Все верно. Не-то вот тебе на сдачу. Ну что, это он кто-то призывает? Кровопотерю. Какая кровопотеря? А он вылечился за счет союзника. Вот говнюк. Я тебе тоже кровотечение-то могу обеспечить. Как я вот такое? Вот такое. В такую ситуацию могу порекомендовать эликсир очищения. Был бы он у меня только. Не по 21 это что? Ну это явно не кровотечение такое. Ну он теперь еще гнилужкой восстанет. Ну это не честно. Это напоминает одного этого болельщика футбольного. Зараза. 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 общем нет три жадность это он полностью хп восстановил ну это супер грязный трюк м грязни некуда ну то есть когда он был живой он там что-то мог подобное вытворять где еще могу понять и сумма так гавна какая полная письма шесть Азарт боя В начале хода плюс 1 сила Рогатый шлем Возможность оглушить противника Даже не одного всех Давайте возьмем Разделочный набор При наложении кровотечения Увеличивает максимальное здоровье на 5 До конца боя Я все время накладываю кровотечение Может мне это и надо Давайте возьмем В начале хода Две силы Два уклонения Или 30 блока Два уклонения Они хоть переходят между ходами Эти культисты оказались еще и людоедами В придаче Среди культистов-людоедов Действительно Значит Людоедцы действительно практикуются Но не приветствуются То есть как это Нельзя же быть людоедом наполовину Потребляя в пищу людей Каннибалы хотят уподобиться Своему ненаглядному божеству Из этого легко сделать вывод О кулинарных пристрастиях Божественного клеща И хотя жители болот Без исключения Почитают его Все же не очень приятно Когда твои соседи Людоеды Не очень приятно Жить в таком месте Как это Спасибо Кэп Так Ну здесь ХП-регенерация А тут Оглушение Да я лучше оглушение возьму Сочный Окорок Надо сожрать Его Наверное Венство Какой-то местный проповедник Решил провести со мной Душеспасительную беседу В божественном клеще И чудодейственном Силе и хора Ну давай поговорим Говорит Вы верите В клеща Оказалось Речи были для отвода глаз И на самом деле Он хотел нанять меня Для убийства Семейки людоедов Спросил у него Зачем такая секретность Объяснил что хоть Людоедство И считается ересь И оно не карается смертью У него могут быть проблемы Если кто-то узнает Да Согласится По-моему Тебе в первый раз Предложили благое дело Наверное Поэтому я и согласился Азарт боя Как они все Постоянно это Поднимаются Из мертвых Да, ну хпшка здорово увеличивается Но только увеличивается Максимальная А не Что это такое Поглощает убитого союзника Получает силу и здоровье Тридц Такого уже нет Кого там собрались Ну-ка глушить Зараза Он его сожрет сейчас А, он жрет Это у себя Из корзинки Ну а я себе Хпшку стакую А как бы А смысл-то в этом какой Двадцать два Он говорит Я как Двадцать два Дам А я Двадцать семь Могу дать Ведь Надо девятнадцать Девятнадцать Но вот лове Тридцаточку Два раза Еще Тридцаточку Злопамятность Получил урон Получаешь Плюс силу Не надо Уже достаточно Шлака Набрали Я простудился И приготовил Отвар из Ивы коры Чтобы снять жар Ну посмотрим Что сейчас Можно Кп-то почти Полная Увеличивает урон От выпадов На два Вот так Выпады Трюшка Какая-то Мне напало Существо Которое Не просто Описать Не знаю Кто это был Или что это было Имеет ли оно Отношение К культу Или к нежите Не знаю Его цели И мотивов Только знаю Одно Оно было Ужасно Ничего ужаснее В жизни Не видел Благословение Болью Урон от чумы Восстанавливает Здоровье В начале Хода Отнимает Единицу Здоровья За каждую Чуму Уменьшать На 7 Урон На Пись А Ну это Я помню Дает блок Накладывать Чуму Ну вот Тебя пока Так Так Вот так 12 Кровотечения Мне кажется Маловато Пока не будем Конечно Он и лечится У него все Хорошо Только у нас Все не очень Что он хочет Дает силу А мозг Тебе ничего Не дает Дебил 36 36 За 30 Монет Это конечно Нет Слишком Дорога Урон 25 Хороший урон У тебя Подготовка Плотя Ты вот этим ножиком Решил что ли Клоун Зараза Все что Ты умеешь Это я понял Хренак А вот Еще У тебя Хренак На что Он рассчитывал Да я тоже Не знаю Дебил Какой-то В начале Хода Энергия Давайте уж Эти накопленные Накопленные силы Для выпадов Раз у меня выпадают Основная Штука Так Медь чемпиона Это сила И ловкость Амулет Стойкость Энергия Броня Кувалда Ну в принципе У меня все конечно Не фигня Все можно поменять Энергия Броня Не знаю Не знаю А как бы Там непонятно А если Два раза Ударил В принципе От этой штуки Конечно Я не понимаю Как это я могу Использовать Дополнительное Кровотечение Удивительно Удивительно Что вот это Не относится К вот этому Комплекту Разделочный Набор Атака По цели С кровотечением Выставят 5 здоровья Ну вот просто Мать его Идеально Ну как набрать Таких предметов Охренеешь Просто Что-то собирать Ладно Отдайте Амулет Стойкость Так Сгоревшая Карта На выбор Две энергии Получаемый урон Уменьшен на 50% Но будет порча И тяжесть Разыгрывание Выпадов Увеличивает Урон на 12 Для первого Разыгранного В следующем ходу Выпада Видишь Как бы Такие условия Это Не самые простые Только один раз Заход Получается Может быть Выпадов Много Так Ну где тут Вопросительных Знаков Побольше Да нифига Их здесь Нигде Не побольше Давай сюда Ко мне подошел Посланник демонов Он выглядел Как сам Обычный человек И когда он Предложил мне Могущество В обмен На клятву Верности Челпанул Что он Шутит Или сошел С ума Он уверял Что его Хозяева Очень щедры А клятва Пустячок И формальность Интересно Что я выбрал Весело Внимание Дать клятву Давайте узнаем Давайте узнаем Дать клятву Надо узнать А что это Говнокарточка Какая-то Клятва Данные демонов Обязательно К исполнению Посланник Весело Весело Рассмеял Сказал Это было просто Не так ли Ну а теперь Принимай дары Это какая чепуха Ну в смысле Это все Я тебе уверяю Ты не захотел бы Давать демон Настоящую клятву Верности А это просто Какая-то игра Не могу понять Ее смысл И меня это раздражает Получить деньги Получить предмет Полностью установить здоровье Улучшить способность Вы кстати здорово придумали Полностью установить здоровье А это самая первая Точка на карте В новой главе Там вроде каждую главу Восстанавливается здоровье Но может на более высоких уровнях сложности Это не так А он случайно что ли лучше Давай еще Ну не ограничивайся Давай давай еще Ну не жмись ты как это Три неудачи И одна подагра Взять все А можно не взять Это говно Какую херню я выбираю Все время Неведомый идол Давайте идол Замочим А если сделать подношение Ну-ка Что там будет У вас хпшка одна Осталась Если воспринимать Демонического истукана Как любого другого Можно сделать ему Подношение Получить дар Ну и какой дар то Улучшение карты У меня карта Это говно Подагра Да неудача Все карты Ну что там Еще улучшай Давай А типа у меня Даже улучшать нечего Отлично просто Так как хозяина Поблизости нет Но это понятно Даже если бы был Поблизости Здоровье Броня Сопротивление Здоровье Регенерация Что мне взять Здоровье Регенерация Сопротивление Давайте наверное Сопротивление А почему Хпшка то не увеличилась Как была Эта единичка Значит полная херня Вот сюда пойдем Ну короче Милинис Я опять не смогу победить Ну как так Ну вот что И что я сделал Не так Заплатить мне нечего 500 монет Заплатить Заковать Решил побороться Решил побороться Ну не Ну тут шипы С шипами Ты что сделаешь Решил побороться Ух Как Супер И выпады-то уже бьют прям хорошо Не понимаю, как я могу тут выиграть Не, ну мне все равно надо бить его А что я могу? Никаких у меня тут карт нет, секретно Нет, у меня только зараза есть Это было близко, да все рассчитано до мелочей Субтитры сделал DimaTorzok Переиграл, уничтожил Ничего мне это не надо Так, уклонение или лечение? Давай, наверное, уклонение все-таки Вот, смотри Вот здесь можно подлечиться Вот Как хорошо подлечился-то прям Начать, звой 666 Субтитры сделал DimaTorzok 66 единиц снес вот так результат напугал называется на вот тебе мешочка не сопротивляйся да я и не особо сопротивляюсь вот два раза по полтинечку держи ну что не понравилось заклепал это жадность по двадцатке кикер с ней и и и Как я буду драться с Меленис? Помощь! В конце хода дает 5 блока. Орчий топор. Ну-ка, наверное, стоит подумать. Не заживающая рана. Череп демона. 10 сил. Вот давайте череп демона. В конце хода будет давать 10 блока. Мне кажется, нормально. Отдохнуть. Так, а мы тут все сделаем? Что надо? Нет, не все. Ты видишь? Не все. Отдохнуть. Ну и смотри, хпшка-то какая. 95 из 95. Еще одна жизнь. Браво. Хоть кто-то похвалит. Да. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Да и энергия. Прям какой-то супер дисбаланс. Продолжение следует... Продолжение следует... Какой слабый, 174. А что у нас так мало сил, что ли? Сила влияет 5 раз. Но 5 на 32... И такая херня? Плакать хочется. Что он задумал? 22-3 раза это, конечно, не очень как-то. Как-то не очень. За 200 монет, что пропустил ход. Теперь с ним дай попробую. Наносит урон в размере 20% от золота персонажа. 46? Ну вот тогда бей. Ну это просто великолепный ассортимент. Что же мне тут использовать? Ну у меня тут силы-то не шибко увеличится. То есть надо бить его. Блять, у него, конечно, у него еще и уклонение будет. Может ты передумаешь? Не атаковать. 29 это просто овер до хера. Иммунитет к урону на один ход. Но это я могу, конечно, да. Могу 2 уклонения. Украинец, не дай иммунитет на один ход. Я надеюсь, он будет готовиться там как-то. 47. Ну здесь уклонение мне может помочь. Ну блять, все в колодек куски какие-то говна. Наконец-то можно хоть потратить всю энергию. А, силы желтые. Что-то есть. А, силы желтые. Непростая победа. А, силы желтые. Девушки отдыхают. 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 что это а Субтитры сделал DimaTorzok Все положительные эффекты Уменьшает добор карт Дай духа, тайная магия Ну все, урон-то можно наносить? У меня только одни раны Незаживающие Не, ну конечно полная хрень, что я с этим Демоном связался С клятвой, не, ну это надо было посмотреть Это вызывает гадов Субтитры сделал DimaTorzok А вон из-за остатка колода Ну а хер ли ты писал тогда, что минус 41 на 2 Не снимается ни хера Ну как так? Ну урон-то блин охренительный просто Блядь, а почему ты потому-то бил? А, потому что это закрывает уже с собой Понял Это ты меня не будешь закрывать Подонок Ну шляпа полная Ну как глушить эту сучку? Ты не сможешь меня глушить Ну и говно на палочке А что я могу сделать-то? Золотой щит только использовать Видим, пока мне не напишут в комментариях В какой последовательности надо действовать Чтобы ее убить Не пройду Ну меня демон с этой клятвой Нагадил, конечно, просто капитально У меня колода и так Ну нормально колода Небольшая Но она просто завалена Проклятьями Ну а какие там левелапы-то есть какие-то? Третий уровень Плутовский выпад Пять урона При нанесении урона здоровье Дает пять монет Устойчивость Дает семь блока Переносит случайную карту Состояние из добора В отбой Честная сделка Увеличивает добор на два Отнимает двадцать монет Персиваль рыцарь Ну рыцарь хотя бы открыли Ой, ну грустная история Давайте здесь прервемся Продолжим в следующей серии Спасибо за просмотр Ставьте лайки Оставляйте комментарии Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик До встречи В следующих видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok